Всем привет! Меня зовут Алексюк Мария. Меня Барышева Юлия и мы тренеры студии танца на пилоне Let's Fly. Сегодня мы с вами разберем связки второго уровня за февраль. В этой связке есть элемент горгулья. Я его делала из паучка, но если у вас не выходит такой вариант, можете попробовать сделать его из журавлика. В нее мы переходим из элемента, который у нас называется диггий паучок. Вот отсюда. Убираем ножку назад, разворачиваемся грудью в пол. Вот мы перешли в журавлика. Берем противоположной рукой верхнюю ножку. Ставим вторую ногу вперед. Берем ее за стопу и прогибаем спинку. Субтитры делал DimaTorzok В этой связке есть интересные переходы, а сейчас мы давайте рассмотрим, как выйти в шпагат из брасманки из паучка. Для того, чтобы зайти в шпагат из брасманки из паука, вам обязательно нужно потянуть повыше нижнюю ногу. Если вы зайдете в паука, то шпагат не получится, у вас просто не получится снять верхнюю ногу. Для того, чтобы получился шпагат из брасманки, выйти в него из паучка, нужно нижнюю ногу потянуть повыше. Давайте посмотрим, как это будет. Руку не переставляем наверх, переводим ножку, ручку ставим в упор и вторую ножку подтягиваем повыше. Хорошо выталкиваемся нижней рукой и снимаем верхнюю ногу. В этой связке есть переход из скорпиона в шолдер. Мне удобнее делать скорпион на правую руку и подставлять левое плечо. Но если у вас шолдер тоже на правую, то вы можете подставить правое плечо. И тогда вам не нужно переставлять верхнюю руку под низ, вам нужно ее просто перевернуть и поставить мужским хватом наверх. Это было три связки для второго начинающего уровня полденсеров на февраль. А вы подписывайтесь на канал, пишите в комментариях, какая связка понравилась больше всего и что было непонятно в этих связках, чтобы мы имели возможность их разобрать. Увидимся с вами в следующих видео. Пока!